Кстати, да, я хотел вам похвастаться, но она вот так вот привез ее сегодня, кстати, к нашей встрече. Вот она у меня дома была, да, то есть как вот ее получил, так и из дома не привез, да. И вот вы промотивировали меня ее привезти, и она вот торопился, осталась в машине. Но суть не в этом. Значит, у нас есть проект, который родился в нашем клубе, да, Judah Family, который сейчас успешно перерез не только в Judah Family, а еще в Judah Family Fun Camp. То есть у нас создалась такая, скажем так, общность людей, которые ездят, начали посещать соревнования, ну, пока вот такого, знаете, уровня, как чемпионаты Европы. Да, то есть мы туда приезжаем, болеем, обучаемся посредством мастер-классов, да. Даже была возможность у нас быть участниками церемонии открытия чемпионата Европы, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть много таких моментов. Вот. И вот в том числе, да, и с нашей подачи, скажем так, с подачи нашего проекта, точнее, скажем так, в городе Порич, в Хорватии, родился и развивается, и успешно развивается фестиваль Judah, в который входят и Олимпийский лагерь, и кадеты, и там юниоры, и прочее, 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 и в том числе и дети с родителями, и так далее. То есть, да, вот совместные занятия детей и родителей. То есть в этом году, в девятнадцатом, около тысячи человек приняло участие. А началось все вот с проекта, да, 9 лет назад, который был организован именно там, да, клубом Judah Cascade, проект Judah Family, дети с родителями, такой фестиваль, вот, к которому присоединились итальянские семьи, хорватские семьи. Ну и вот как-то так. Поэтому за развитие проекта Judah Family, вот, семья Judah, клуб был награжден специальным призом, таким, знаете, вот, Европейского союза Judah. Немножко опять вернемся к вопросу о клубах дзюдо, ну, так называемых, частных клубах дзюдо или общественных клубах дзюдо. Хорошо, но не слышите. Да, не слышите. Да, это такие мои капли, извините. Хотя мы, может быть, немножко затронули уже этот вопрос, но все-таки можем поподробнее сейчас. Какие трудности сегодня есть у частных клубов дзюдо в Российской Федерации? Российской Федерации мне сложно сказать, но я вам хочу сказать следующее, что это в первую очередь неэкономические трудности. Вот, как ни парадоксально, да, то есть, это вот, когда мы общаемся, да, все-таки говорят, ну, что там, как, тяжеловато там, все-таки, прочее. Это трудности, скажем так, такого восприятия, да, или даже, скажем так, общества, взглядов, нравственности общества и так далее. То есть, как мне говорят, какие трудности? Самые большие трудности взаимопонимания, да, взаимопонимания с родителями учеников, которые приходят в клуб. Я думаю, это касается не только, да, частных школ и клубов, это касается всего нашего общества и всех спортивных школ и там, других кружков и так далее. Вот, и здесь, да, это один момент. Второй момент, многие родители, да, пытаются реализовать свои амбиции через своих детей. Многие родители путают, ну, как бы, знаете, как вот, ведь занимаются, да, дзюдо, кто-то говорит, это драка, кто-то, там, поединки, кто-то еще что-либо. И особых различий люди не погружаются, то есть, они не изучают тему дзюдо, да, то есть, с моей точки зрения, это большая ошибка. Да, то есть, мы, с одной стороны, да, говорим, что дети – это самое дорогое для нас, что мы готовы для них отдать все, что у нас есть, да, включая здоровье, там, и все остальное. О, а с другой стороны, мы не находим время, да, немножко погрузиться в эту тему и понять, что даст дзюдо, а что может быть одним у наших детей. И вот они приводят, да, детей в частные школы, клубы и говорят, вот мы хотели бы, вот, понимаете, то есть, я уже коснулся этого вопроса, что это не только галачки-секунды клуб. Вот, и в этих клубах, везде так, вот, с теми клубами, к которым я отношусь, и в Хантамансийске, и в Челябинске, в Кемерово, в Выборге, там, в Пензе и так далее, то есть, вот те, где развивают, да, вот, клубное дзюдо, детское дзюдо, проект дзюдо-фэмили, вот, там везде не только галачки-секунды. Что есть, да, спортивные составляющие, никто ее не отменял, и те дети, которые приходят и хотят заниматься на результат, им есть возможность реализовать себя как спортсменов. А есть большая часть, которым просто интересно, которые хотят развиваться посредством дзюдо, а потом уже как, там, как раз, как буду. Ну, и вот, наверное, стоит сразу, как бы, в продолжении ответить на такой вопрос, какие задачи, цели ставите вы в работе своего клуба дзюдо? Ну, я хочу сказать следующее, да, уже сказал, да, вот, такими, может быть, там, сленгами, девизами, там, хороший спортсмен на годы, хороший человек на всю жизнь. Хочу, чтобы все дети, которые пришли к нам, и вообще, даже те, которые к нам не пришли, были здоровы и счастливы. Я хочу, чтобы вот те принципы дзюдо, кодекса дзюдоиста, которые есть, воспринимались людьми, которые приходят сюда, как живые субстанции. И самое главное, да, я хотел бы, чтобы, цель моя, да, чтобы дзюдо воспринималось как достойная составляющая дополнительного образования детей, именно образования детей. Хорошо. Немножко переключимся в другое, как бы, русло. Кто он, олимпийский чемпион? Знаете, такое маленькое отступление, у меня у друга дочь защитила кандидат, кандидат химических наук, там, или технических наук, я не буду, ну, то есть она химика. И она приехала, а мы с отцом сидим, общаемся. Она говорит, здравствуй, дядя Юра, пап, привет, я кандидат наук. А он такой сдержанный человек, вот, конечно же, он любит гордиться дочерью, и ее результатами тоже, он так ее говорит. Для меня тоже было так, знаете, как, такая новость. Он говорит, все эти звания придумали люди. Это, конечно, хорошо, но не забывай за всеми этими званиями, да, что есть еще человеческие, как бы, ценности, которые гораздо важнее. Вот, и олимпийский чемпион, это человек, человек, который очень целеустремленный, трудолюбивый, мотивированный. Человек, который ради своей конкретной цели отказался от многого в жизни. Вот. Человек, который, надеюсь, что знает, да, что хочет по жизни. И самое главное, с моей точки зрения, это, точнее, немаловажно, человек удачливый. То есть, без составляющей удачи, вот, в этом тернистом пути к олимпийской медали, ну, дойти, мне кажется, вообще невозможно. Это моя точка зрения. Ну, вот, я не знаю, насколько такой, знаете, вопрос, он такой и широкий, с одной стороны, и простой, и с другой стороны, вот, вы меня немножко даже поставили в тупик. Вот, ну, как-то вот так вот, знаете, наверное, так как-то, да. То есть, ну... Ну, это ваши ответы. Большой молодец, большой трудяга, да, большое все дело, но, вот, я почему-то ремарку сделал, да, самое главное, что после того. Вот, с моей точки зрения. Это здорово, это большой поклон, большое уважение, потому что, ну, мы с вами знаем, что это непросто. Может, да, до конца, наверное, вот, чтобы это понять, это надо самому, да, встать на, как говорится, этот путь и его пройти. И тогда ты четко до конца будешь понимать, что это такое, да, и кто он такой олимпийский чемпион. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это очень-очень большой самоотверженный труд. Ну, вот, а кто он олимпийский чемпион, это, наверное, уже как раз вот именно вот этот шлейф после олимпийской медали, после гимна, после вот этого почета, да, и вот этой эйфории, да, победы и так далее. Ну, вот, поэтому вот после этого только можно сказать, кто он олимпийский чемпион. Как вы думаете, почему большинство детей завершают занятия дзюдо в последние годы учебы в школе? Ну, вот, я недавно буквально был в городе Рязани, и мы разговаривали там с тренерами, и там очень мощная государственная детско-юношеская школа Олимпийского резерва, и у них вот сталкиваются проблемы. То есть, когда дети начинают заниматься в детском возрасте, в начале школы, классу девятым, десятым уходят. Что можно сделать, чтобы это изменить? Ну, во-первых, почему уходят, на ваш взгляд, и что можно сделать, чтобы это изменить? Ну, это тенденция общегосударственная, с моей точки зрения. И здесь много таких, знаете, составляющих. Это, наверное, я не знаю, долго я постараюсь покороче. Значит, смотрите. Во-первых, да, то есть все родители, все родители, да, считают своих детей очень талантливыми, любят их и считают, что они достойны большего, чем, да, они или там, да, что они могли бы сейчас получить и так далее. Второй момент, с другой стороны, да, родители до какого-то определенного возраста, да, вот до этого переходного, о котором я говорил, все отдают, 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 потом почему-то они смотрят, что, ну, скажем так, какие-то дети мои не очень благодарны, и я тут для них вот так вот, а не вот так, ну, не хотите, как хотите. Делаешь, что хочешь, с одной стороны, с другой стороны, они продолжают это контролировать и так далее, и так далее, да, и прочее, и прочее. А делать что? Да, ну, во-первых, да, учеба для каждого ребенка, как бы мы там ни хотели, да, это, как бы, пункт номер один, да, задача номер один. У меня была такая история, да, я детей, вот они в этом году закончили, кстати, у нас есть достаточное количество ребят, которые в этом году закончили школу, я их благословил из зала, скажем так, попрощался с ними, пожелал им удачи и успеха 25 мая. Все ребята поступили в хорошие, достойные вузы на бюджет, понимаете, то есть, вот, как бы, как ни парадоксально, да, то есть, вот. А получилось это так, несколько лет назад мы сели и начали после тренировки обсуждать, они говорят, я говорю, почему не было? Один говорит, да вот, Юрий Александрович, курсы, да вот это, да вот репетиторы, да вот это, да вот это, да учеба. Времени не хватает, не успел. Ребят, по своему личному опыту, только куда-то зайдешь на грудь, на мотосайт, да, по мотоциклу, на минуточку заглянул, поднял глаза, полтора часа нет. Я говорю, давайте честно, по чесноку, мы с вами договоримся, да, что вы мне честно будете говорить. Сколько у вас уходит время на общение, на соцсети, на компьютерные игры и так далее, и так далее. Вот давайте мы один день разберем. И в результате получилось, что пять, порядка пяти часов, пять часов после школы уходит вот на вот это все. Поэтому, да, уроки в час заканчивают делать, там, ну, полуночи, после полуночи и так далее. Они сами, когда вот это все мы рассчитали, разложили, там, и так далее, они сами были в шоке. Первый вопрос у них ко мне был. Юрий Александрович, можно вам задать вопрос, да? Просьба. Вы не будете говорить нашим родителям об этом? Я говорю, хорошо, договорились, но давайте джентльменское соглашение. Вы мне больше до конца своей учебы не будете говорить, что у вас не было времени. То есть, другими словами, решение этой проблемы, чтобы родители не уводили детей из, как бы, клубов и секций, и спортшкол, да, создание или правильного распорядка дня ребенка, его план дня, где может быть также оставаться место и для занятий дзюдо, и для социальных сетей, и для школы, и для подготовки к вузу, и для прогулки в кино. Да, да, абсолютно верно. И я вам скажу следующее, что, более того, у наших ребят, да, мы живем в Сергеевом Посаде, и до Шаболовки два с половиной часа ехать. Ну, это смотря откуда, ну, в среднем, два с половиной часа, иногда три, в одну сторону, каждую пятницу. Ну, для тех, кто не знает, Шаболовка, это такое место сбора... На день борьбы, по пятницу. Да, день борьбы в городе Москве. Москве, да, да, да. Да, извините, да. Кто не знает, может, кто-то посмотрит из региона нас или из других. Да, да, поэтому вот, да, три часа туда, три часа обратно, по пятницам, на день борьбы. То есть, вот, это тоже, как бы, да, вот такой вот момент, в том числе, да. И это еще один момент. И вот здесь, да, родители часто ведутся на поводу, да, то есть, да, вот так и так, но вот не успевает, давай там, дополнительные занятия и прочее, естественно. Это все, да, да, а это просто организация времени, грамотная, рациональная. Дальше, что я хотел бы сказать. Есть еще такая тема, да, которая называется, с моей точки зрения, да, как говорил мой один знакомый, какое питание, такое катание. Это питание, да, то есть, все мои ученики знают, что я противник газировок, таких как кола, там прочее, ну и всех остальных, да, таких напитков. Противник макдональдс и вот этих всех соусов, которые там все это делают. То есть, это, да, ну, опять же, исходя из той информации, которую я получил из общения со специалистами, которые на этой теме, да, этой темой занимаются, да, проблемами и решениями, там, на этом питание, да. Вот, сахар, вот, которые, да, и другие ингредиенты, которые, да, создают для детей некий такой фактор зависимости и получения удовольствия. То есть, если, да, люди, есть люди, которые получают удовольствие от того, что они по лесу прошли или по горам, там, 20 километров, устали, что аж ноги подгибаются, и они от этого, ну, извините, кайфуют, да, то у многих современных детей, да, ну, опять же, назовем так, гормон радости, да, он несколько в другом варианте. И они, вот, создают для себя эту такую зону комфорта, из которой выходить не особо хотят и придумывают всевозможные уловки. Вот, но это с моей точки зрения, вот, но самое, еще раз говорю, главное, это, вот, распределение, грамотное и рациональное распределение своего времени, вот, и родители, да, как бы, ну, не как бы, а пытаются, конечно же, с одной стороны, там, да, помочь детям, с другой стороны, они не совсем удачно у них это все получается. Вот, как так. Дзюдо для взрослых, чем оно привлекательно? И как ваш клуб реализует эту задачу, или вообще, есть ли в вашем клубе это направление? Это, для меня, это, знаете, как глоток свежего воздуха, знаете, вот форточку открыли в душном помещении. Группа организовалась, опять же, из нашего любимого проекта Люда Фэмили. Дети занимаются с родителями каждую субботу, то есть, на рабочую неделю они занимаются без родителей, самостоятельно, под руководством тренера. А каждую субботу у нас проходит достаточно много, до 100 семей с занятий детей с родителями. И родители, есть и дедушки, деды, которые заинтересовались. И обратились ко мне с просьбой, давайте мы попробуем. Имея несколько, да, уже негативных моментов этого опыта, да, то есть, ну, забирать взрослых. Сегодня у них свадьба, завтра день рождения тещи, послезавтра еще что-то. Вот, нет стабильных занятий, нет серьезного отношения, нет еще чего-то. Ну, давайте, ну, попробуем, ну, хотят ли, давайте попробуем, почему нет. И вот, тренируются люди, взрослые, от 35 до 60 лет, вот, если быть педантичным и точно до 59, вот, регулярно, в клубе, по вечерам, после работы, никогда не занимающиеся дзюдо, никогда не представляя, что это такое. Ну, раньше, ранее, да, ранее, да, ранее, до того года, до прихода своих детей в клуб. Они начали этим заниматься. Вот, они начали сдавать экзамены на ученические степени Q. Вот, дух соревнований даже появился между детьми и родителями. У тебя какой поиск, а ты сдашь, не сдашь. Дети приходят смотреть, как сдают родители. Типа, нет ли халявы тут? Вот, и так далее. То есть, понимаете, они, вот, включились в этот проект дзюдофэмили фанкэмп, то есть, ездят с детьми на соревнования, смотри, обсуждают. Вот, у нас есть такая составляющая, как образовательный час. То есть, мы разговариваем, да, и общаемся, вот, читаем стихи, басни. Ну, то есть, как-то это, но это все привязано к дзюдо, то есть, знаете, не просто так, да. То есть, вот, последнюю басню я читал, там, едем, да, лев и ярлык Михалков. Когда там, да, то есть, вешают людям ярлык, да, и вот говорят, да, что ты не талантливый, у тебя нет способности к дзюдо. Да, да, вот, ну, вот, как бы так. И, вы говорите, что, ярлык иногда сильнее льва, да, и лев начинает блеять, как оселка, потому что ему повесили ярлык осла. Поэтому, вот, как-то так, взрослая группа, и самое интересное, что она, я начал работать, сначала имея такой, знаете, стихийный ходит, приходил, давал, что-то так, давайте вот этим займемся, этим займемся. То есть, у них такой серьезный подход, что я теперь так же готовлюсь к тренировкам, как к тренировкам со спортсменами и с детьми, да, там, и так далее. То есть, я пишу планы, все, они знают, что развиваются. Да, они всегда, получается, у них регулярно заниматься, но они стараются. То есть, я вот упрыгнуть не могу. Я ими горжусь, я их люблю, они большие молодцы. Большинство кумиров, юных дзюдоистов, это спортсмены дзюдо, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы. Таким образом, многие мальчишки и девчонки понимают, что заниматься дзюдо нужно, чтобы участвовать в соревнованиях, ну, глядя на своих кумиров. Не кажется ли вам, что чрезмерное рекламирование чемпионов и соревнований приводит в тупик саму идею занятий дзюдо? К примеру, Канадзи Гора, реформатор дзюдзюцу и создатель школы, когда Канадзи Горо не был известным спортсменом и чемпионом, но практиковал мягкое искусство до последних дней своей жизни. Ну, это, опять же, понимаете, как я сказал, придумали люди, да? То есть, смысл какой, да? Я думаю, что, с одной стороны, мы все это говорили, а не с одной стороны.